Дай почитать. Дай почитать. Пресмертную записку, в которой обвинил преподавательницу немецкого языка Ирину Михайловну Олевскую и деканат философского факультета, следовательно, его декана Аникеева Василия Евгеньевича, в том, что ему не дали второго шанса. Каждая глава – это роль и голос одного актера. У каждого свой стиль, своя манера, свои скелеты в шкафу. Секретарша декана Анжела, сестра Никиты Ника, его мать, староста Женя, сосед Никиты Алеша. Не перепутать. Каждый оригинален и неповторим. Это большое мастерство Аси Володиной. Даже если читатель далек от великих трагедий Софокла и Еврипида и не помнит измученного рениями ареста, и даже не знает, что протагонист, главный герой, актер, играющий главную роль в произведении, все равно заинтересуется романом. И не только его сюжетом, но и слогом, и глубиной мысли. Бабушка, бабушка, как быть в лесу, полном волков? Быть лесорубом, внученька? У читателя есть возможность проникнуть, что называется, в голову каждого из девяти героев, которые пытаются объяснить поступок Никиты, а еще вспомнить античную трагедию. Каждой главе эпиграф из Софокла, Эсхила или Еврипида. Например, главе о горькой судьбе матери Никиты Агнии. Вновь и вновь твержу, не может быть страшнее наказание, чем то, которым покарали ближние меня. Любопытно, что протагонист можно назвать и романом-головоломкой, и социально-психологическим романом, и психологическим триллером, и темным университетским романом. Хотя есть ощущение, что роман сделал все-таки филологом, и это на самом деле так. Ася Володина – филолог. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok